Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. На сегодняшний день практически в каждом доме есть Wi-Fi роутер, который раздает беспроводную сеть. Есть различные открытые Wi-Fi сети, к примеру сеть торгового центра, кафе, магазинов и других заведений и можно даже без мобильного интернета оставаться всегда в сети. Но что же делать, если ваш телефон никак не хочет подключаться к Wi-Fi или при подключении к ней нет доступа к интернету? Далее в видео мы разберем чем может заключаться такая проблема и как ее решить? Проблемы могут возникать с подключением к какой-то одной конкретной сети. Иногда же смартфон работает с роутером, а затем отключается от него и больше не подключается или отказывается подключаться после замены роутера, каких-то настроек, установки программ и так далее. Первым делом очень важно определить какая конкретная проблема в вашем случае. Телефон вообще не подключается к Wi-Fi сети, пишет сохранено, идет постоянное получение IP-адреса, произошла ошибка аутентификации или ошибка проверки подлинности, введен неверный пароль или возникла ошибка подключения к Wi-Fi сети. Возле самой сети может быть сообщение без доступа в интернет, появится восклицательный знак или просто не будет доступа к интернету через браузер смартфон или в программу. Независимо от того, какая у вас проблема, подключаетесь вы к своей домашней сети или к общественной, в первую очередь попробуйте выполнить следующее действие. Отключите и снова включите Wi-Fi на своем смартфоне, а еще лучше перезагрузите его. Перезагрузите маршрутизатор, если у вас есть к нему доступ. Просто отключите питание на несколько минут и снова включите. Проверьте подключаются ли другие устройства и работает ли на них интернет. Это особенно актуально в том случае, когда проблема возникла с подключением к домашнему Wi-Fi роутеру. Если не удается подключить телефон к общественной Wi-Fi сети в кафе или магазине, то скорее всего причина в самой точке доступа. Возможно она просто заглючила, временно не работает или не может выдержать огромное количество клиентов. Просто подключитесь к другой сети или попробуйте подключиться позже. Вспомните после чего начались проблемы с подключением. Возможно вы меняли какие-то настройки роутера или телефона, подключали новые устройства, устанавливали какие-то программы или что-то типа этого. Это поможет вам найти причину и быстро устранить ее. Итак, сперва давайте разберем, если вы вообще не можете подключиться к Wi-Fi. Если у вас возникли следующие ошибки. Ошибка сохранена. Пишет произошла ошибка проверки подлинности или ошибка аутентификации. Телефон долго подключается к сети или постоянно пишет получение IP-адреса. Следующее решение часто помогает в том случае, когда устройство раньше уже подключалось к этой беспроводной сети, но внезапно перестал. Первым делом перезагрузите мобильное устройство и роутер. Второе что нужно сделать это удалить Wi-Fi сеть на телефоне. Просто зайдите в настройки Wi-Fi, выберите нужную сеть, откройте свойства сети и выберите здесь удалить эту сеть. На iPhone в настройках Wi-Fi нажмите на проблемную сеть, дальше нажмите забыть эту сеть и подтвердите действие нажав кнопку забыть. Затем снова выберите сеть из списка, введите пароль и попробуйте подключиться. Ну и третье что бы я порекомендовал сделать полный сброс настроек сети. На Android это можно сделать в дополнительных функциях. Пункт сбросить настройки Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth. В зависимости от производителя телефона и версии Android эти настройки могут немного отличаться. На iPhone заходим в настройки, основные, сброс и нажимаем на сбросить настройки сети. Дальше подтверждаем сброс, после чего нужно будет заново подключиться к беспроводной сети. Возможно все подключится и начнет работать. Если у вас возникла ошибка в проверке подлинности, ошибка аутентификации или сохранено, зачастую это может значить, что вы неправильно ввели пароль доступа к Wi-Fi сети. Поэтому первым делом убедитесь в том, что пароль вы вводите правильно. Можно попробовать подключиться с этим паролем в другое устройство. Если вы забыли пароль, посмотрите ее в настройках роутера или компьютера, который уже подключен к этой сети. У нас на канале есть целая серия видео о настройке роутера, все ссылки вы найдете в описании под видео. Также можно попробовать удалить сеть, как это сделать я говорил ранее. Иногда при подключении телефона пишет сохранено или возникает ошибка аутентификации из-за того, что телефону не нравятся некоторые параметры Wi-Fi сети, которые установлены на маршрутизаторе. Это может быть режим работы сети, тип безопасности, канал и ширина канал, регион и т.д. Был случай, когда смартфон не подключался, пока не сменили имя Wi-Fi сети SSID. В таком случае можно попробовать сменить некоторые настройки IP на своем маршрутизаторе, открыв раздел беспроводной сети Wi-Fi. Разумеется, это только в том случае, если есть проблемы с домашней сетью. Если вы вводите пароль и после этого Wi-Fi зависает со статусом получения IP-адреса, причина может заключаться в следующем. На телефоне отключены автоматические настройки IP, возможно заданные статические адреса. На маршрутизаторе отключен или заглючил DHCP сервер. По умолчанию DHCP сервер всегда включен и его очень редко отключат. Если вы уверены, что настройки не менялись, исключаем этот вариант и другие ограничения. Со стороны точки доступа, к примеру, ваше устройство заблокировали в настройках маршрутизатора. Решение проблем следующее. На смартфоне откройте свойства конкретной беспроводной сети и проверьте, чтобы в настройках параметры IP стояла DHCP. Если там пользовательские или статические, измените его на DHCP. Проверьте работает ли DHCP сервер на роутере. Если другие устройства подключаются без ввода статических IP адресов, то он работает. Но и не забывайте, что ваши устройства могли просто заблокировать в настройках роутера. Если у вас нет доступа к настройкам роутера, ищите другую сеть. Как настроить беспроводную Wi-Fi сеть на роутере смотрите в другом нашем видео. Проверьте режим работы беспроводной сети. Если там стоит какой-то конкретный режим, например N, ONLY N или ONLY G, то поставьте AUTO. И наоборот, если стоит AUTO, то попробуйте поставить другой режим. Сохраните настройки и перезагрузите маршрутизатор. В настройках безопасности пароля поставьте защиту VPA2, PSK и тип шифрования IES пароль минимум 8 символов. Попробуйте установить свой регион. Wi-Fi канал лучше всего оставить на AUTO. Ширину 20 на 40 МГц или попробовать поставить ширину 40 МГц в качестве эксперимента. В имени Wi-Fi сети SSID не должно быть русских букв. И не забывайте каждый раз сохранять настройки и перезагружать свой маршрутизатор. И запоминайте какие параметры и где вы меняете. А теперь давайте разберем проблему, когда телефон подключен к Wi-Fi, но интернет не работает. Очень часто это происходит из-за настройок Android, к примеру времени и даты, проблемы с DNS адресами из-за каких-то программ, например приложения Freedom. Иногда на телефоне не работает только YouTube или Google Play. Или пишет что нет подключения к интернету или сеть без доступа в интернет, но Wi-Fi подключен. Первое что нужно выяснить работает ли интернет на других устройствах при подключении к этой сети. Если работает значит ищем причину в телефоне, если не работает то проблема с роутером и решать ее нужно там. Во-вторых попробуйте подключить свой смартфон к другой беспроводной сети, так вы тоже сможете понять проблему с телефоном или с роутером. Если виновен роутер, то ищем и решаем проблему с ним, если это не Wi-Fi какого-нибудь торгового центра или кафе. Если же причина в нашем смартфоне, то переходим к настройкам смартфона. Проверьте правильно ли настроены время и дата на вашем устройстве. Кто бы мог подумать, что телефон может не подключаться к Wi-Fi из-за неверных настройок даты и времени, но такое бывает. Зайдите в настройки Android и проверьте это. Можно попробовать отключить автоматические настройки и выставить все вручную. Иногда интернет на телефоне начинает работать только после того как в настройках Wi-Fi сети прописать DNS адреса от Google. Для этого необходимо открыть свойства Wi-Fi сети, в которой подключен смартфон и в дополнительных параметрах прописать следующие DNS. После этого интернет должен заработать. Можно попробовать отключить, включить Wi-Fi или перезагрузить телефон. Еще в параметрах беспроводной сети на телефоне есть настройки прокси сервера. Если прокси сервер здесь включен, то подключение к интернету скорее всего работать не будет. Нужно открыть свойства определенной Wi-Fi сети и проверить отключен ли здесь прокси сервер. А если у вас на iPhone был настроен VPN, то созданный в настройках VPN профиль может стать причиной проблемы с подключением к интернету. Может не появляться значок Wi-Fi после подключения. Интернет может работать только через сотовую сеть, а через Wi-Fi нет. Бывает что нет доступа к интернету только в некоторых приложениях, например Viber, WhatsApp, FaceTime. А в Safari интернет работает и сайты открываются. Нужно зайти в настройки и удалить профиль VPN. Перейдите в раздел основные, VPN, выберите профиль, нажмите на информацию и удалите его. Если у вас пропал интернет, после установки какого-то приложения попробуйте удалить его. Не раз пользователи жаловались на программу Freedom, которая как-то отключает доступ к интернету через Wi-Fi сети, и в итоге телефон подключен к Wi-Fi сети, но ничего не грузит. Если вы столкнулись с Freedom, то нужно зайти в настройки этой программы, нажать там на стоп и только после этого удалять приложение. А возможно, у вас эти проблемы с интернетом появились сразу после установки какого-то другого приложения. Постарайтесь вспомнить, что вы устанавливали в последнее время и попытайтесь удалить их. Если ничего не помогает, то сброс параметров в сети нужно делать в любом случае, как его сделать я уже говорил ранее. Очистка сетевых параметров никак не затронет ваши настройки, программы или личные данные, только придется вводить заново пароли от всех беспроводных сетей, в которых вы раньше уже подключались. Ну а если вообще ничего не помогло, в том числе и сброс сети, то скорее всего придется делать полный сброс настроек телефона, только если вы уже убедились, что причина отсутствия подключения к интернету именно в вашем смартфоне и никакие решения не принесли положительных результатов. А на этом все. Надеюсь данное видео помогло вам решить проблему с подключением. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.